Здравствуйте, друзья! Вы на канале Golden Voice. Усаживайтесь поудобнее. Сегодня я расскажу вам произведение Константина Паустовского «Корзина с еловыми шишками». Композитор Эдвард Грик проводил осень в лесах около Бергена. Все леса хороши с их грибным воздухом и шелестом листьев, но особенно хороши горные леса около моря. В них слышен шум прибоя. С моря постоянно наносит туман, и от обилия влаги буйно разрастается мох. Он свешивается с веток зелеными прядями до самой земли. Кроме того, в горных лесах живет, как птица-пересмешник, веселое эхо. Оно только и ждет, чтобы подхватить звук и швырнуть его через скалы. Однажды Грик встретил в лесу маленькую девочку с двумя косичками. Дочь лесника. Она собирала в корзину еловые шишки. Стояла осень. Если бы можно было собрать все золото и медь, какие есть на земле, выковать из них тысячи тоненьких листьев, то они составили бы ничтожную часть того осеннего наряда, что лежал в горах. К тому же кованые листья показались бы грубыми в сравнении с настоящими, особенно с листьями осины. Всем известно, что осиновые листья дрожат даже от птичьего свиста. «Как тебя зовут, девочка?» – спросил Грик. «Дагни Педерсон», – в полголоса ответила девочка. Она ответила в полголоса не от испуга, а от смущения. Испугаться она не могла, потому что глаза у Грига смеялись. «Вот беда», – сказал Грик. «Мне нечего тебе подарить. Я не ношу в кармане ни кукол, ни лент, ни бархатных зайцев». «У меня есть старая мамина кукла», – ответила девочка. «Когда-то она закрывала глаза, вот так». Девочка медленно закрыла глаза. Когда она вновь их открыла, то Грик заметил, что зрачки у нее зеленоватые, и в них поблескивает огоньками листва. «А теперь она спит с открытыми глазами», – печально добавила Дагни. «У старых людей плохой сон. Дедушка тоже всю ночь грехтит». «Слушай, Дагни», – сказал Грик, – «я придумал. Я подарю тебе одну интересную вещь. Но только не сейчас, а лет через десять». Дагни даже всплеснула руками. «Ой, как долго! Понимаешь, мне нужно ее еще сделать. А что это такое?» «Узнаешь потом». «А что это такое?» «Узнаешь потом». «Разве за всю свою жизнь», – строго спросила Дагни, – «вы не можете сделать всего пять или шесть игрушек?» – Грик смутился. «Да нет, это не так», – неуверенно возразил он. «Я сделаю ее, может быть, за несколько дней. Но такие вещи не дарят маленьким детям. Я делаю подарки для взрослых». «Я не разобью», – умоляюще сказала Дагни и потянула Грига за рукав. «И не сломаю, вот увидите. У дедушки есть игрушечная лодка из стекла. Я стираю с нее пыль и ни разу не отколола даже самого маленького кусочка». «Она совсем меня запутала. Это Дагни», – подумал с досадой Грик и сказал то, что всегда говорят взрослые, когда попадают в неловкое положение перед детьми. «Ты еще маленькая и многого не понимаешь. Учи терпению». «А теперь давай корзину. Ты ее едва тащишь. Я провожу тебя, и мы поговорим о чем-нибудь другом». Когда среди деревьев показался дом лесника, Грик сказал. «Ну, теперь ты добежишь сама, Дагни Педерсон. В Норвегии много девочек с таким именем и фамилией, как у тебя. Как зовут твоего отца?» «Хагеруб», – ответила Дагни и, наморщив лоб, спросила. «Разве вы не зайдете к нам? У нас есть вышитая скатерть, рыжий кот и стеклянная лодка. Дедушка позволит вам взять ее в руки». «Спасибо, сейчас мне некогда. Прощай, Дагни». Грик пригладил волосы девочки и пошел в сторону моря. Дагни, насупившись, смотрела ему вслед. Корзину она держала боком. Из нее вываливались шишки. «Я напишу музыку», – решил Грик. «На заглавном листе я прикажу напечатать. Дагни Педерсон, дочери лесника Хагерупа Педерсона, когда ей исполнится 18 лет». В Бергене все было по-старому. Все, что могло приглушить звуки, ковры, портьеры и мягкую мебель, Грик давно убрал из дома. Остался только старый диван. На нем могло разместиться до десятка гостей, и Грик не решался его выбросить. Друзья говорили, что дом композитора похож на жилище дровосека. Его украшал только рояль. Рояль мог петь обо всем, о порыве человеческого духа к великому и о любви. Белые и черные клавиши, убегая из-под крепких пальцев Грига, тосковали, смеялись, гремели бурей и гневом, и вдруг сразу смолкали. Тогда в тишине еще долго звучала только одна маленькая струна, будто это плакала золушка, обиженная сестрами. Грик, откинувшись, слушал, пока этот последний звук не затихал на кухне, где с давних пор поселился сверчок. Грик писал музыку для Дагни Петерсон больше месяца. Началась зима. Туман закутал город по горло. Заржавленные пароходы приходили из разных стран и дремали у деревянных пристаней, тихонько посапывая паром. Вскоре пошел снег. Грик видел из своего окна, как он косо летел, цепляясь за верхушки деревьев. Невозможно, конечно, передать музыку словами, как бы он не был богат, наш язык. Он писал и видел, как навстречу ему бежит, задыхаясь от радости, девушка с зелеными сияющими глазами. Она обнимает его за шею и прижимается горячей щекой к его седой небритой щеке. «Спасибо», говорит она, сама еще не зная, за что благодарит его. «Ты как солнце», говорит ей Грик, «как нежный ветер и раннее утро. У тебя на сердце расцвел белый цветок и наполнил все твое существо благоуханием весны. Я видел жизнь. Что бы тебе ни говорили о ней, верь всегда, что она удивительна и прекрасна. Я старик, но я отдал молодежи жизнь, работу, талант. Я отдал все без возврата. Поэтому я, может быть, даже счастливее тебя до огни». Грик думал так и играл обо всем, что думал. Он подозревал, что его подслушивают. Он даже догадывался, кто этим занимается. Это были синицы на дереве, загулявшие матросы из порта, прачка из соседнего дома, сверчок, снег, слетавшись на висшего неба и золушка в заштопанном платье. Каждый слушал по-своему. Синицы волновались. Как они не вертелись, их трескотня не могла заглушить рояля. Загулявшие матросы рассаживались на ступеньках дома и слушали, всхлипывая. Прачка разгибалась спину, вытирала ладонью покрасневшие глаза и покачивала головой. Сверчок вылезал из трещины в кафельной печке и поглядывал в щелку за Григом. Падавший снег останавливался и повисал в воздухе, чтобы послушать звон, лившийся ручьями из дома. А золушка смотрела, улыбаясь на пол. Около ее босых ног стояли хрустальные туфельки. Они вздрагивали, сталкиваясь друг с другом в ответ на аккорды, долетавшие из дома Грига. Этих слушателей Григ ценил больше, чем нарядных и вежливых посетителей концертов. В 18 лет Дагни окончила школу. По этому случаю отец отправил ее погостить к своей сестре Магде. Пускай девочка, отец считал ее еще девочкой, хотя Дагни была уже стройной девушкой с тяжелыми русыми косами, посмотрит, как устроен свет, как живут люди и немного повеселится. Магда работала театральной портнихой. Муж ее, Нильс, служил в том же театре парикмахером. Жили они в комнатушке под крышей театра. В комнате у тетушки Магды было множество театральных вещей. Парчи, шелка, тюля, лент, кружев, старинных фетровых шляп с черными страусовыми перьями, цыганских шалей, седых париков, ботфортов с медными шпорами, шпаг, вееров и серебряных туфель, потертых на сгибе. Все это приходилось подшивать, чинить, чистить и гладить. В комнату надо было подниматься по крутой лестнице. Там всегда пахло краской и лаком для позолоты. Дагни часто ходила в театр. Это было увлекательное занятие. Но после спектакля Дагни долго не засыпала и даже плакала иногда у себя в постели. Напуганная этим, тетушка Магда успокаивала Дагни. Она говорила, что нельзя слепо верить тому, что происходит на сцене. Но дядюшка Нильс сказал, что наоборот, в театре надо верить всему, иначе людям не нужны были бы никакие театры. И Дагни верила. Но все же тетушка Магда настояла на том, чтобы пойти для разнообразия на концерт. Был теплый июнь, стояли белые ночи. Концерты проходили в городском парке под открытым небом. Дагни пошла на концерт вместе с Магдой и Нильсом. Она хотела надеть свое единственное белое платье. Но Нильс сказал, что красивая девушка должна быть одета так, чтобы выделяться из окружающей обстановки. В общем, длинная его речь по этому поводу сводилась к тому, что в белые ночи надо быть обязательно в черном и наоборот, в темные сверкать белизной платья. Переспорить Нильса было невозможно, и Дагни надела черное платье из шелковистого мягкого бархата. Платье эта Магда принеслась костюмерной. Когда Дагни надела это платье, Магда согласилась, что Нильс, пожалуй, прав. Ничто так не оттеняло строгую бледность лица Дагни и ее длинный с отблеском старого золота косы, как этот таинственный бархат. Концерт начался после обычного вечернего выстрела из старой пушки в порту. Выстрел означал заход солнца. Дагни впервые слушала симфоническую музыку. Она произвела на нее странное действие. Все переливы и громы оркестра вызывали у Дагни множество картин, похожих на сны. Потом она взрогнула и подняла глаза. Ей почудилось, что худой мужчина во фраке, объявлявший программу концерта, назвал ее имя. «Это ты меня звал Нильс?» – спросила Дагни дядюшку Нильса. Взглянула на него и сразу же нахмурилась. Дядюшка Нильс смотрела на Дагни не то с ужасом, не то с восхищением. И также смотрела на нее, прижав к рту платочек тетушка Магда. «Что случилось?» – спросила Дагни. Магда схватила ее за руку и прошептала. «Слушай». Тогда Дагни услышала, как человек во фраке сказал. «Слушатели из последних рядов просят меня повторить». Итак, сейчас будет исполнена знаменитая музыкальная пьеса Эдварда Григо, посвященная дочери лесника Хагерупа Педерсона Дагни Педерсон, по случаю того, что ей исполнилось 18 лет. Дагни вздохнула так глубоко, что у нее заболела грудь. Она хотела сдержать этим вздохом подступивший к горлу слезы, но это не помогло. Дагни нагнулась и закрыла лицо ладонями. Сначала она ничего не слышала. Внутри у нее шумела буря. Потом она наконец услышала, как поет ранним утром пастуший рожок, и в ответ ему сотнями голосов, чуть сдрогнув, откликается струнный оркестр. Мелодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывала листья, качала траву, била в лицо прохладными брызгами. Дагни почувствовала порыв воздуха, исходивший от музыки, и заставила себя успокоиться. Да, это был ее лес, ее родина. Ее горы, песни рожков, шум ее моря. Стеклянные корабли пенили воду. Ветер трубил в их снастях. Этот звук незаметно переходил в перезвон лесных колокольчиков, в свист птиц, кувыркавшихся в воздухе, в ауганья детей, в песню о девушке. Дагни слышала эту песню у себя в горах. Так значит, это был он, тот седой человек, что помог ей донести до дому корзину с еловыми шишками. Это был Эдвард Грик, волшебник и великий музыкант. И она его укоряла, что он не умеет быстро работать. Так вот он, тот подарок, который он обещал сделать через десять лет. Дагни плакала, не скрывая, слезами благодарности. К тому времени музыка заполнила все пространство между землей и облаками, повисшим над городом. От мелодических волн на облаках появилась легкая рябь. Сквозь нее светили звезды. Музыка уже не пела, она звала. Звала за собой в ту страну, где солнце горит, как корона, в волосах сказочной доброй волшебницы. В наплыве звуков вдруг возник знакомый голос. «Ты счастье», — говорил он, «ты блеск зари». Музыка стихла. Сначала медленно, потом все разрастаясь, загремели аплодисменты. Дагни встала и быстро пошла к выходу из парка. Все оглядывались на нее. Может быть, некоторым из слушателей и пришла в голову мысль, что эта девушка и была той Дагни Педерсон, которой Грик посвятил свою бессмертную вещь. «Он умер», — думала Дагни. «Зачем? Если бы можно было увидеть его. Если бы он появился здесь. С каким стремительно бьющимся сердцем она побежала бы к нему навстречу, обняла бы его за шею, прижалась мокрой от слез щекой к его щеке и сказала бы только одно слово. «Спасибо». «За что?» — спросил бы он. «Я не знаю», — ответила бы Дагни. «За то, что вы не забыли меня, за вашу щедрость, за то, что открыли передо мной то прекрасное, чем должен жить человек». Если вам понравилось данное произведение, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Дагни ПД, когда вы не узнаете, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...